моделей одномерных пока то есть у нас есть некая модель общего вида есть и равно какой-то функции которая имеет некоторую структуру мю от ст и параметры вектор параметров модели к дети плюс какая-то функция волатильности от из тити и тоже вектор параметров модели q на d w и и мы знаем теперь не только с 0 но мы знаем что в моменты времени ти ай наш процесс имел значение сай наблюдаемая где ай у нас от нуля до какого-то н и наша задача заключается в том чтобы найти q не найти а на самом деле оценить мы с вами использовали классический метод максимального правдоподобия и пришли в конце концов к тому что мы составляем лог лайкли ход функцию которую ну допустим я обозначил с волной открыл которая была равна там с точностью до константы сумма от а и равно единицы до н логарифмов плотности нашего процесса в точке с ай и в момент времени ти ай при условии что в предыдущий момент времени наблюдаемый и не пишу ти минус 1 и так понятно она имела наш процесс находился в точке с ай минус 1 и опять же при заданном векторе параметра в кью почему только от ай с ай минус 1 это зависит это в силу марковин пропорти марковского свойства помните да и эту плотность мы с вами максимизировали по кью и таким образом мы находили нашу оценку q star которая была равна аргмакс по кью элот кью все было очень хорошо но мы так и не нашли пока каким образом мы можем а реально численно не теоретически определять нашу пи при условии что ти равно например ти ай плюс 1 плюс какая-то то ай это ай смол sorry минус 1 конечно и той это относительно малая величина потому что решать при этом уравнение фокера планка численно мы ничего не можем сказать относительно равномерной сходимости решения к точному решению просто потому что понятие равномерной нормы не применимо к начальному условию а начальное условие дельта функция как вы помните да попытаться для каких-то моделей например для афинной модели получить разложение в фактически ряд фория для этой плотности разложение мы получили но во первых он она только для афинной модели а во вторых даже для этой модели оно при опять же малых то сходится очень плохо помните эту историю да то есть как найти вот эту вот функцию плотности transition density по-русски называется переходная плотность это большой вопрос вот давайте сейчас мы и попробуем что-нибудь для этой цели сделать у вас например какие-нибудь идеи есть на этот счет что можно сделать ну самый первый метод который мы назовем бедняцкий он иногда называется методом замороженных коэффициентов а именно рассмотрим нашу изначально модель звездочка но в модели звездочка в правых частях мы просто заморозим зафиксируем st равно с ай минус один ну соответственно т равно тоже просто ти минус один функциях мюэн сигма в правой части а брауновское движение как стихистический драйвер мы оставим конечно случайной величиной с его настоящим распределением мы получаем 10 равно мю допустим ай минус один умножить на детей плюс сигма ай минус один умножить на и дабыл эти где мю ай минус один это наша функция мю в точке с ай минус один ти ай минус один ну и при условии нашего вектора q ну и соответственно сигма ай минус один это сигма в начале интервала ну теперь все просто что за выравнение у нас получилось ведь теперь на интервале от ти минус один до ти ай ну будем считать что ти принадлежит интервала от ти ай минус один до ти ай на этом интервале коэффициенты нашей модели стали постоянными поэтому мы называем это методом замороженных коэффициентов значит какое у нас распределение будет ст в этом случае нормальное нормальное естественно значит в этом случае у нас ст для ти на этом интервале естественно имеет нормальное распределение со среднем которое равно с ай минус один давайте я обозначу то это просто ти минус ти минус один для краткости а то ай это как раз ти ай минус ти минус один значит вообще говоря для типа принадлежащего этому интервалу у нас ст будет иметь нормальное распределение со средним которое есть с ай минус один плюс мю ай минус один то и среднеквадратическим отклонением которое равно сигма ай минус один умножить на корень квадратный из то всего лишь всего лишь значит мы можем очень легко написать функцию плотности для данного упрощенного случайного процесса если мы для краткости fi от x это у нас будет плотность стандартного нормального распределения единица на корень квадратный из двух пи экспонента от минус x квадрат пополам ну и давайте тогда фай большой от x будет cumulative distribution function то есть плотность функция распределения sorry его же то есть единица на корень квадратный из двух пи если интеграл от минус бесконечности до x экспонент от минус u квадрат пополам du для краткости то тогда для функции для процесса ст плотность распределения ф от с будет равно чему для такого процесса давайте выразим в терминах фи нормальное распределение с модифицированной волатильностью но все равно постоянной и со сдвигом от ожидания смотрите значит плотность буинь следующая это единица на корень квадратный из двух пи в знаменателе у нас будет наша волатильность sigma i минус 1 на корень квадратный из то экспонента вот минус s минус мат ожидания s i минус 1 минус mu i минус 1 то квадрат деленное на 2 sigma квадрат то sigma квадрата и минус 1 то ну или можно записать как понятно что это аргумент у нас будет s минус s минус 1 минус v минус 1 то деленное на sigma корней из то то есть это будет f от вместо x sorry phi от s от минус мат ожидания i минус 1 минус mu i минус 1 то деленное на sigma i минус 1 корня квадратного из то а корень квадратный из 2 pi у нас остается ну а вот этот вот коэффициент ничего не поделаешь придется записать впереди вот вот наше нормальное вот выражение нашей плотности да для данного нормального но не стандартного нормального распределения и в этом случае все становится очень легко потому что аппроксимировав плотность вот таким вот образом мы фактически сразу получаем дельта функцию когда то стремится к нулю ведь нам не нужно строить какое-то решение численное там аппроксимировать функцию прямоугольником у нас сразу наша функциональная структура плотности она да действительно дает нашу дельта функцию когда то стремится к нулю ну и отсюда очень легко естественно расписать нашу likelihood функцию и мы тем самым получаем приблизительный ну в общем для первого раза может быть неплохой калибратор что в таком случае а кстати она у нас называется да это f от s тогда наша функция плотности которую мы обозначали запи в точке с ай ти и при условии с ай минус 1 и q ну будет точно таким же образом и записываться это единица на корень квадратный из 2 пи то ай где то а это длина интервала умножить на сигма ай минус 1 на экспоненту от минус с ай следующая точка минус с ай минус 1 минус ай мю ай минус 1 то ай теперь квадрат деленное на 2 сигма квадрат ай минус 1 то ай отсюда наша лайклихуд функция ну ну применяя логарифм вот к этим вот к этой формуле мы видим что первый множитель единиц на корень квадратный из 2 пи то ай он от выбора наших параметров q а параметры q куда входят они на самом деле входят вот сюда сигма и минус 1 сюда сигма и минус 1 и в мю ай минус 1 правильно но в множитель единиц на корень квадратный из 2 пи то ай они не входят поэтому я могу вместо этой функции написать оптую констант значит л равно константе которая нам не важна плюс применяя логарифм у нас здесь получается минус логарифм сигма значит у нас получается n членов значит правда да эти сигмы все различны значит у нас получается сумма от ай равно единице до n минус логарифм сигма ай минус 1 который как то зависит от наших параметров q минус минус экспонента единица деленная на 2 сигма квадрат ай минус 1 от q то ай ну да и в числителе значит как и было с ай минус с ай минус ай минус 1 минус мю ай минус 1 от q то ай квадрат и эту функцию правдоподобия нам нужно максимизировать это означает что на самом деле мы просто минимизируем соответствующее выражение сумма ай равно единице до n логарифм сигма ай минус 1 от q плюс с с ай минус с ай минус 1 минус мю ай минус 1 от q то ай квадрат поделить поделить на 2 сигма квадрат ай минус 1 от q то ай минимизируется по q и да значит это нам дает возможность оценить вектор параметров q на практике получим ли мы при этом смещенную или не смещенную оценку в общем случае смещенную и как мы в прошлый раз обсуждали нам необходимо отдельно для каждой модели исследовать свойства этой оценки будет ли она смещенной какова будет дисперсия этой оценки дисперсия может при некоторых условиях быть очень большой так что даже не смещенная оценка будет полностью тонуть в шумах вызванных этой дисперсии но так или иначе какую-то предварительную оценку наших параметров мы тем самым получить можем при этом за исключением самых простейших давайте я это назову функцию l хат вот q эту l хат мы минимизируем за исключением самых простейших моделей мы аналитически найти этот минимум не можем поэтому нам его необходимо находить численно найти глобальный минимум при достаточно большом числе параметров причем понимаете достаточно большом это не десятки и не сотни и не тысячи а даже при уже может быть там размерности q больше там четырех пяти q принадлежит rn и вот дальше весь вопрос заключается в числе этих параметров n найти этот минимум численно становится довольно серьезной задачей вы численными методами оптимизации функции занимались ну то есть применяли когда-нибудь что вот вам нужно найти там какой-то глобальный кстати говоря не локальный а глобальный численный минимум да него курс есть в рационных исчислений так возникает вопрос а при чем здесь в рационные исчисления в рационные исчисления мы ну то есть конечно причем задача в рацион и с Просто является нахождение например минимума в пространстве функции естественно если вы И в этом пространстве функции, если оно, например, там сепарабельно, вы находите в нем базис, то после этого вы можете, а уж тем более, если это базис конечный, а не счетный, то вы можете свести задачу к минимизации функции. Но вообще говоря, задача оптимизации и минимизации – это все-таки более узкая задача, чем задача… Спуском здесь нет. Что? Градиентный спуск, наверное, как основной? Вот вопрос. Градиентный спуск – да. И стахастический еще обычный спуск. Но что нам дает гардиентный спуск? Градиентный спуск нам дает, на самом деле, локальный минимум. Мы начинаем с какого-то оценочного вектора Q0 и действительно используем gradient descent в различных его вариациях. До тех пор, пока мы не сойдемся к какой-то там Q-star, например. Но это Q-star на самом деле в целом это только локал минимум. Это что значит? Это означает, что нельзя исключить, и скорее всего так и будет, что если мы каким-то образом выберем другую начальную точку, то наш гардиентный спуск может прийти к совершенно другому решению. А для наших параметров, ну вот представьте себе, что мы ту же самую задачу решаем для той же афинной модели, например. Значит, афинная модель, помните, какая у нас была? Она у нас была 10 равно, ну, даже в константном случае, у нас было, допустим, μ плюс νс умножить на dt плюс корень квадратный из α плюс βs умножить на dwt. Кстати, давайте поглядим на эту модель и посмотрим, какой здесь интервал возможных значений для каждого неизвестного параметра. Итак, здесь n равно 4, у нас четырехмерный вектор неизвестных, q это μ, μ, α, β. Что мы можем сказать по поводу значений наших параметров? Я могу сказать, что вообще говоря, тренд может быть абсолютно любой. Ну, а на волатильность мы, конечно, можем сделать какие-то ограничения, например, что α принадлежит R+, и β тоже принадлежит R+. Что они неотрицательные, просто для того, чтобы мы всегда могли гарантировать, что у нас под квадратным корнем, ну, по крайней мере, для неотрицательных s будет неотрицательная волатильность. Но беда-то как раз в том, что если у нас произвольные значения α и β, то, как мы с вами видели, наш процесс st не может быть отделен от нуля. Ну, хотя бы потому, что при st равно нулю, наша волатильность получается равной корню квадратному из α, то есть не нулевая. Если только мы не предполагаем, что α равно нулю, но предполагать α равно нулю неинтересно. Можем. И тогда с не нулевой вероятностью этот процесс просто в силу того, что GWT принимает отрицательные положительные значения, пересечет ноль. А если она пересечет ноль, то совершенно непонятно, что тогда будет представлять собой наше выражение под квадратным корнем. Ну, можно, конечно, при этом считать, что произойдет отражение от нуля и что на самом деле здесь под квадратным корнем абсолютная величина. Но на самом деле эта модель плохая, она допускает формальное пересечение s меньше нуля, и при этом она не определена при s меньше нуля. Но, тем не менее, такого рода модель мы с вами обсуждали, несмотря на ее вот эту особенность. Она может применяться, если при каких-то начальных условиях мы можем сказать, что вероятность достижения нуля ничтожно мала. То есть all models are wrong, some models are useful. Эта модель концептуально wrong. Вот по тем причинам, по которым мы с вами сейчас обсудили. Но если мы ее откалибруем, мы видим, что при данных значениях параметров и данном начальном s0, например, вероятность пересечения нуля ничтожно мала, например, 10 в минус сотый на каком-то интервале разумном времени за год, то, естественно, эту модель можно применять. Вот у нас четыре параметра. И нам нужно найти именно глобальный, а не локальный минимум. We need the global one. Все гардиентные и так далее задачи, методы Ньютона, whatever, это задачи нахождения локального минимума. Найти глобальный минимум очень сложно даже не вот в этой неограниченной области. А даже если мы задачу нашу с вами сузим, и мы предположим, что наш вектор коэффициентов принадлежит, например, какому-то там четырехмерному, допустим, параллелепипеду в пространстве параметров, то есть как он имеет какой-то bounding box ограниченного размера, то все равно в этом bounding box найти глобальный минимум – это совершенно нетривиальная задача. И вообще говоря, мы, используя численные методы, никогда не можем быть уверены в том, что мы нашли именно глобальный минимум. Мы можем сделать направленный поиск немножко лучше, чем просто, например, путем перебора начальных точек Q0, который приведет в, допустим, практических ситуациях к большему невероятности, а именно лайклихуду успеха в нахождении глобального минимума. Но, опять же, каким образом мы это можем утверждать? Используется какой-то тестовый сьют для различных иногда специально подобранных задач, например, целевая функция, которую мы минимизируем, очень сильно осциллирует. Предположим, что это произведение четырех высокочастотных синусоид по каждой переменной. И приводит сравнение наших численных методов, какой из них найдет все локальные экстремумы, и в том числе среди них найдет глобальный, например, минимум для данной функции. И задача численного нахождения глобального минимума очень-очень-очень нетривиальная задача. Тем не менее, я хочу вам показать один численный метод, который не, как и все остальные численные методы, не гарантирует, что он найдет глобальный минимум. И тем не менее, который достаточно хорошо сходится на практике, если его аккуратно реализовать. Я не помню, мы его с вами обсуждали или нет, это метод Адамара продолжения по параметру. Не обсуждали? Давайте посмотрим сейчас. Его можно рассматривать так же, как метод нахождения нулей, то есть решение системы нелинейных уравнений. Метод Адамара продолжения по параметрам. Для начала предположим, что мы решаем с вами систему нелинейных уравнений. f от x равно 0. Где f это какой-то, ну допустим, гладкий мэппинг из rn в rn. И мы ничего не знаем, кроме какого-то начального приближения x0. Но, естественно, f от x0 не равно 0. Если бы было равно 0, мы бы заточить разрешили. Помните, мы с вами обсуждали или, во всяком случае, затрагивали такой вопрос, что, как ни странно, решать систему дифференциальных уравнений легче, чем решать систему алгебрических уравнений. Потому что для системы алгебрических уравнений мы вообще ничего не можем сказать, имеется ли там решение. Ну, вообще говоря, при произвольной нелинейной какой-то структуре нашего мэппинг GF. Тогда как для системы дифференциальных уравнений в окрестностях некоторой начальной точки, если эта начальная точка не особая, то есть если векторное поле не равно 0 в этой точке, у нас, по крайней мере, есть теорема существования единственности решения и непрерывной зависимости решения от параметра. Помните такое дело? Да-да. Вот этим мы и воспользуемся. Мы составим такую, на первый взгляд, очень искусственную систему дифференциальных теперь уравнений. Введем какой-нибудь параметр лямда в качестве независимой переменной и составим следующее уравнение. Диэкс делямда равно минус обратной матрицы Якоби. Под обратной матрицей Якоби мы как раз понимаем матрицу Диэв диэкс. Да. Ее же мы обозначим за джеотекс. Обратная. умноженная на вектор f от x0. С начальным условием x при лямда равно нулю как раз равно нашему начальному условию x0. Вот такая задача Каши. Обратите внимание, что хотя она записана в векторно-матричном виде, это ровно противоположный сетап по отношению к системе линейных уравнений. В системе линейных уравнений матрица была бы постоянной. А эта постоянная матрица умножалась бы на вектор x. Ну плюс может быть константный вектор. Так? В данном случае наоборот у нас матрица вообще говоря переменная. То есть она зависит от текущей точки x. Это матрица Якоби, вычисленная в точке x. Еще обратная от нее, еще с минусом. Которая умножается на постоянный вектор. Вот такая вот странная система. Тем не менее, я утверждаю, что если существует решение этого уравнения x от единицы, то есть если мы его можем проинтегрировать от лямбда равно нулю до лямбда равно единице, то x от единицы это как раз есть решение нашей изначальной системы уравнений. То есть f от x от единицы будет в точности равно нулю. Как вы думаете, это сложно доказать или нет? Система страшновато выглядят. Система страшновато выглядят. Кто-нибудь возьмется доказать вот это утверждение? Мы это уже делали. Мы это уже делали, да? Ну да, делали. Отлично. Да, я просто напоминаю тогда. Отлично. Значит, вот доказательства совершенно элементарные. Разделяются переменные. И мы действительно получаем, что f от x от единицы равно нулю. Вычислить аналитически это решение мы в громадном большинстве случаев не можем. Но мы можем найти это решение численно. Опять же, при условии, что x от единицы существует. Почему x от единицы может не существовать? x от единицы может не существовать по очень многим причинам. Ну, например, какие три причины, вот давайте мы просто назовем, могут привести к тому, что на самом деле нашу систему уравнений не интегрируема от лямда равно нулю до лямда равно единице. Что может пойти wrong вот в этой системе? Ну, вообще говоря. Смотрите, что может быть. Первое. Вполне возможно, что right hand side в какой-то точке не конечна. Ну, в каком случае правая часть может быть не конечной. Просто если мы напоролись на такую точку, в которой матрица Екопия является вырожденной. Правильно? Если GFx вырождена, то обратной матрицы не существует и, естественно, дальше этой точки продвинуться не можем. Второе. Кстати, мне нравится здесь. Мне нравится мангустовый производитель. Ну, русский, я бы... Второе. Что у нас еще может произойти? В принципе, может ли такое получиться, что мы наоборот попали в особую точку, в которой GFx делянда равно нулю? Ну, для того, чтобы попасть в такую особую точку, нам нужно, чтобы обратная матрица была вырождена. Правильно? Потому что иначе, умножая невырожденную матрицу на ненулевый вектор, мы никогда ноль вектор не получим. Значит, поскольку мы предполагаем, что в таком случае обратная матрица вырождена, это означает, что прямая матрица Якови по отношению к ней не существует, то есть сама прямая матрица Якови будет бесконечной. Этот случай мы, допустим, рассмотрим в контексте вот чего. Действительно, у нас может быть, что вектор x вообще говоря, идет в бесконечно удаленную точку при каком-то конечном лямбда, то есть лямбда стремится к какому-то конечному лямбда со звездой. И очень легко увидеть, что такого рода дифференциальное уравнение можно построить очень простым образом. Вот рассмотрим уравнение dx делямбда равно x квадрат и решение этого уравнения будет уже иметь некую вертикальную асимптоту. То есть даже в том случае, если правая часть не вырождается, мы можем получить ситуацию, когда правая часть равна бесконечности, ну или в частности это было бы эквивалентно тому, что у нас, например, может быть вырождена обратная матрица. Поэтому априори утверждать, что мы можем проинтегрировать нашу систему от лямбда равно нулю до лямбда равно единице мы не можем. Но при некоторых условиях мы можем сформулировать достаточные условия того, что решение существует, ну например, если мы знаем, что обратная матрица и Коби ограничена, и мы можем действительно найти это решение. Для минимизации функции, ну точнее, для нахождения экстремума, мы можем поступить естественно следующим образом. В этом случае наша f это как раз и будет градиентом той функции, которую мы минимизируем, а минимизируем мы вот эту нашу функцию l. И в данном случае вектор x это наш неизвестный вектор параметров q. В этом случае матрица и Коби это на самом деле что такое? Это матрица Херса. Правильно? Я вообще очень рекомендую, если вы интересуясь исчисленными методами, вот этот метод реализовать. Он действительно позволяет нам находить решение в очень большом числе случаев, когда более традиционные методы, такие как прямой метод гардиентов, метод сопряженных гардиентов, там еще что-то эти методы сходились бы к локальному допустим минимуму, который нас не интересует. В чем принципиальная разница вот этого метода? Смотрите, по сравнению с, например, гардиентным методом. В случае гардиентного метода мы тоже вычисляем какой-то гардиент нашей функции и движемся по этому гардиенту. Но мы движемся по нему линейно до тех пор, до тех пор, пока мы не найдем точку, в которой наша таргет-функция начинает возрастать. После чего мы меняем направление. При применении метода Адамара мы с самого начала движемся по нелинейной траектории, которая автоматически в силу построения нашего уравнения аджастается к ну, скажем так, к линиям уровня минимизируемой функции. Поэтому он просто by construction гораздо более гибкий, чем любой гардиентный метод. Гардиентный метод это какое-то движение по гардиенту линейное на каком-то интервале изменения параметра, а метод Адамара он принципиально нелинейный. Проблема с этим методом заключается в том, что обычно хорошо, если наши функции, которые мы минимизируем, например, функция L, она уже имеет достаточно сложную структуру. Хорошо, если мы можем получить аналитически первые и вторые производные. Вот ведь наша функция L. Все зависит от того, как сигма и му зависят от наших параметров. Ну, вот, например, для афинной модели сигма это квадратный корень, для мю это просто линейная функция. Но даже в этом случае аналитически продифференцировать нашу функцию по всем параметрам, это уже, ну, не то чтобы особенно сложно, но, скажем так, требует вычисления по крайней мере 16 там 4 на 4 вторых производных, это нужно аккуратно сделать, получить эту формулу, запрограммировать и после этого запустить метод Адамара. Лучше было бы, если бы у нас было какое-то программное обеспечение, которое позволяло бы автоматически дифференцировать наши функции не численно. Мы не хотим применять численные дифференцирования. Численные дифференцирования это все равно аппроксимация и там вообще говоря численные дифференцирования это вообще некорректная задача. Просто потому, что мы вычисляем разности близких величин и в силу этого относительная ошибка численного дифференцирования она вообще говоря, ничем не ограничена. Относительная ошибка оператора численного дифференцирования. Для применения метода Адамар, который требует двукратного дифференцирования нашей кост-функции, нам необходимо иметь какие-то методы для аналитического дифференцирования нашей функции. Поэтому, если мы его уже реализуем на практике, а вот то, о чем я сейчас говорю, это совершенно типичная задача, которая стоит перед финансовым математиком квантом, которому необходимо откалибровать модель. Вот на практике он начинает с гардиентного метода и обнаруживает, что решение, которое он получает, действительно неодинаковое. то есть выбирая какие-то более-менее reasonable значения q0, он при этом получает достаточно разные значения q со звездой, и что еще самое худшее, это то, что очень часто бывает в окрестности нашего решения, ведь естественно функция это может изменяться достаточно медленно, и в результате этого получается примерно на одинаковая глубина минимума, но на достаточно разных аргументах, а нам-то нужна все-таки не минимум функции l, а нужен argmin, нам именно q со звездой нужна. То есть плоская структура, более-менее плоская нашей функции l это очень большая проблема для численного метода. Мы получим одно решение какое-нибудь вот здесь, одно решение здесь, одно решение близко к глобальному минимуму здесь, еще одно где-то здесь, и они все более-менее дают одно и то же значение l, тогда как значение q оказывается очень сильно отличными друг от друга. И при том, что даже абсолютный аргумент, который мы получим, может при этом быть на самом деле смещенной оценкой настоящих параметров, как вы помните. То есть, если мы уже получили даже глобальный минимум, это все равно ничего не значит. Поэтому численная минимизация вот такого рода negated likelihood функции это всегда очень большой челлендж. В каких-то случаях его можно применять, в каких-то случаях вы просто начинаете минимизировать, и вы начинаете понимать, что этот метод просто не работает. Никакой метод не работает. То есть, очень может быть, что и метод продолжения по параметру не будет работать. Вы не можете сколько-нибудь уверенно определить значение вашего аргумента. Или очень часто бывает, что численный метод начинает сходиться к границе вашего bounding box. То есть, вы ограничили интервал изменения вашего параметра Q, но решение сходится к точке, лежащей на границе. Что означает, что, видимо, надо раздвинуть интервал. Вы раздвигаете bounding box, решение продолжает дальше уходить. Кстати, если мы столкнулись с такой задачей, давайте просто реальную ситуацию обдумаем. Такое очень часто бывает. Что это вообще значит? Вот как вы думаете? Вот мы даже, допустим, применяем наш, кажется, нам лучший метод продолжения по параметру Адамару, допустим, который лучше, чем градиентные методы, или еще что-то. Например, есть довольно хороший метод, который называется multi-level coordinate search. Multi-level coordinate search. MLCS, или просто MCS. И тем не менее, я про него немножко еще расскажу, и тем не менее, мы получаем, что при экалибровке нашей модели мы упираемся в границу bounding box. Раздвигаем, опять уперлись. Давайте просто подумаем с точки зрения физики явления, не математики, а физики явления, что вообще это может означать? Какие будут предложения? у нас получается, что нету минимума, да, вообще? Ну, не можем найти минимум, да. Или мы получаем еще какой-то unstable behavior, ну, например, мы получаем много разных значений минимума в зависимости от начальной точки, или в зависимости от шага, или еще что-то. Или, например, unstable минимума, которые зависят от именно минимума, а не минимум, которые зависят от начальной точки, от выбора параметров метода и так далее, да еще и с близкими значениями целевой функции. Не можем найти устойчивый минимум. Что это означает вообще? И что в такой ситуации делать? Эта ситуация при калибровке реальных моделей возникает сплошь и рядом. Это я не из головы выдумал. Поэтому важно как-то обдумать и знать вообще, что это может значить и как себя вести в этих ситуациях. Да, минимум найти не можем. Как вы думаете, что это может значить? на самом деле, может значить все, что угодно. Это может означать и обычно означает просто неправильная модель. То есть wrong model до такой степени wrong, что мы ее откалибровать не можем. что такое wrong model? Обычно это означает, что модель overdefined. В ней просто слишком много параметров. Когда мы рассматриваем одномерную модель афинную и в ней 4 параметра, это вроде бы не очень много. Но если мы рассмотрим, а у нас есть такой план рассмотреть, класс афинных многомерных моделей, они чем хороши, это тем, что они также легко записываются как одномерные и объясняют довольно широкий класс явлений, в том числе такое явление, как мин ревержен, то есть сходимость цен финансовых активов к среднему. Поэтому мы их рассмотрим. Так там возникает кубический рост числа параметров с числом измерений. То есть уже рассматривая двумерную даже модель, мы можем получить там больше десяти, надо посчитать, сколько параметров. Один скажется их. Трехмерная будет больше двадцати и так далее. Если не больше. И очень может быть, что наша модель просто overdefined. Это не означает, что нужно отказаться полностью от модели. Если вот такой эффект происходит, то нужно внести, вы знаете, вот есть такой очень физически интересный принцип. Опять же, его никак нельзя доказать, а вот тем не менее, он очень часто работает на практике. что если какую-то модель не удается откалибровать или там в рамках данной модели не удается доказать какие-то важные свойства, то очень часто небольшим изменением модели с добавлением диссипации, сейчас мы выясним, что мы будем диссипировать, мы можем получить очень хорошие свойства сразу. И модель прекрасным образом откалибруется. Скажите, пожалуйста, вы слышали, может быть, эта задача совершенно из другой области. Существует проблема долгосрочной устойчивости Солнечной системы. Вот про такую задачу вы не слышали? Я объясню, что имеется в виду. Имеется, ну, сейчас мы считаем 8 планет, обращающихся вместе с Солнцем вокруг общего центра масс. Правильно? Там малые тела Солнечной системы даже, допустим, не рассматриваем. 8 планет. И естественно, только в нулевом приближении их орбиты являются эллиптическими. На самом деле это задача n тел. В данном случае n равно 9, то есть 8 планет плюс Солнце. А на самом деле n может быть очень великой, если мы рассмотрим все малые тела Солнечной системы. и естественно орбиты получаются у них не эллиптическими, а возмущенными. Возмущение этих орбит можно рассмотреть точно так же, как метод вариаций произвольных постоянных, то есть рассматривать их те же самые кеплеровские элементы, но как медленно меняющиеся функции времени. У вас ведь теоретическая механика наверняка была, правильно? Задачу двух тел мы все решали, правильно? Наверное, у механиков на старших курсах, поэтому не факт, что она была. Как? У механиков на старших курсах? У механиков на младших, а у математиков только на старших. Окей. Ну, может быть, если когда-нибудь время будет, мы с вами тоже об этом поговорим, хотя это нефинансовая математика. И в начальном приближении каждый орбит представляет собой эллипс, у эллипса есть большая полуось. Представим себе, что возмущения, они обычно задаются в виде рядов Пуассона, которые представляют собой смешанные степенные тригонометрические ряды, то есть это произведение степенных функций на тригонометрические функции, что позволяет нам учитывать как периодические, так и какие-то, скажем так, монотонные возмущения. Возникает вопрос, вот задача о глобальной устойчивости солнечной системы, возникает вопрос о том, ну, мы будем ставить эту задачу в самые сложные постановки, то есть могут ли, например, большие полуоси уменьшаться до нуля или там увеличиваться до бесконечности. Есть ли у них просто монотонная производная по времени, то есть в нулевом приближении большая полуось, она может быть рассматрена как константа в нулевом приближении, естественно, при решении задач только двух тел, плюс, например, периодические, чисто периодические члены нас не интересуют, но меня интересует вопрос А1Т плюс и так далее. То есть возникает вопрос, а вообще говоря, можем ли мы доказать, что вот этот вот коэффициент А1, он будет равен нулю для всех планет, или не будет равен нулю. Если он не равен нулю, это означает, что есть так называемые вековые или монотонные возмущения больших полуосей, что означает, вообще говоря, что они могут там на миллиардах лет расти неограниченно. И в этом случае, если существует хотя бы при первой степени времени ненулевой коэффициент, это говорит о том, что вообще говоря, мы Солнечную систему можем считать неустойчивой в long term. И представьте себе, что несмотря на усилия всех великих математиков, которые работали в области небесной механики, начиная от, наверное, времен Лагранжа и Лапласа и до наверное 1980-х годов доказать глобальную устойчивость Солнечной системы не удавалось. То есть, мы, конечно, можем вычислять, используя там те или иные методы наши коэффициенты, но мы при этом никогда не можем сказать точно, равны они нулю или нет, потому что этот коэффициент, если мы определяем по каким-то наблюдениям, начальным условиям и так далее, он является просто вообще говоря, тоже не точно определенной величиной. Нам бы было хорошо, если бы мы могли при любых начальных значениях, ну, в каких-то интервалах А0 доказать, что А1 равен нулю. Это было бы, по крайней мере, сточность дочленов первого порядка, означало бы глобальную устойчивость. Это доказать не удалось, потому что в задаче NTEL наши планеты рассматриваются как материальные точки, то есть, как точечные массы нулевого размера. И только, наверное, где-то в 1980-х годах, во всяком случае, книга вышла, которая описывала этот результат в 1986-м году, наш российский, тогда советский математик Хапаев рассмотрел эту задачу в более широком контексте. Он рассмотрел планеты не как материальные точки, а как объекты малого, но конечного размера, и в том числе это означает, что они воздействовали друг на друга не только как точечные массы воздействуют в законе Ньютона, но между ними также было и приливное трение. Приливное трение вращающихся тел ненулевого размера означает диссипацию энергии. Это действительно аналог силы трения, которая приводит к тому, что в конце концов энергия в такого рода системе не сохраняется. В системе Н материальных точек, которые взаимодействуют между собой только ньютоновским притяжением, естественно, есть потенциал. И эта система, общая энергия системы сохраняется. В случае, если есть приливное трение, то нет. И вот оказалось, что при внесении в уравнение движения приливного трения долгосрочную устойчивость доказать удается. В этом плане высказывался еще академик Арнольд, когда не удавалось доказать в изначальной формулировке с материальными точками долговременную устойчивость, то он подчеркнул, что обычно это означает, что ищется решение несуществующей задачи или какой-то неправильно поставленной задачи. Ну и действительно, идеализированная задача с материальными точками, она не позволяет нам доказать долгосрочную устойчивость. Более физическая постановка задачи, в которой есть диссипация энергии, оказывается, да, позволяет. То есть ввести диссипацию энергии в проблему, это в общем всегда очень хорошая идея, когда проблема не решается. Давайте мы в нашу проблему сюда тоже внесем диссипацию энергии. или чего-то наподобие энергии. Итак, вот наша функция L от Q. Как вы думаете, что нам нужно сделать для того, чтобы внести в нее какой-то еще член, который будет отвечать за диссипацию? Давайте поступим совсем просто. Мы к нашей функции L от Q прибавим или какой-то коэффициент эпсилон, где эпсилон это наш параметр уже не модели, а численного метода. Он называется гиперпараметром, это хайпопараметром, умноженный на норму нашего вектора Q в каком-то пространстве LP. Ну, или может быть Q минус Q0, то есть расстояние до начального вектора. Это depends. Можно попробовать и так, и так. И вот оказывается, что введение в систему вот этого дополнительного диссипативного члена обычно рассматривается в пространстве L1 или L2, а резко улучшает сходимость нашего метода. мы можем получить вполне осмысленные решения. Например, если наша Q0 это все равно 0, ну, например, для параметров μ и ν, или его компонент по α и β, какие-то незначительные значения α и β, то мы просто тем самым можем ограничить это penalty, то есть пенализировать слишком большие значения вектору Q и в том числе пенализировать достижение границы нашего bounding box. И out of sudden наша задача численной минимизации становится разрешимой. Единственная проблема в том, что если это норма в L1, то естественно метод Адамара уже применять становится затруднительно, потому что у нас имеются разрывные производные. Но мы можем продолжать применять другие методы, например, или градиентный спуск, или тот же самый multi-level coordinate search, они все в значительной степени стабилизируются путем введения диссипации. При этом оказывается, что для достаточно широкого класса задач, в частности, если бы, например, функция L от Q была линейной функцией от параметра Q, или даже она не линейна, но у нас достаточно велик эпсилон, так что при больших значениях Q, например, у нас начинает преобладать вот этот красный член в этой формуле, то, например, Q0 равно 0, то в L1 мы получаем вообще решение, у которого достаточно небольшое число компонентов Q отлично от 0, то есть вот это вот penalty в L1 она имеет тенденцию занулять довольно большое число параметров. тогда как в L2 дело обстоит немножко хуже. Мы очень часто можем получить противоположные значения, то есть противоположные по знаку и достаточно большие по модулю, например, оба ударящихся в границе bounding box. Поэтому в общем-то рекомендуется использовать здесь норму L1. Это в терминах машинного обучения называется LASSO LASSO REGERSION Может быть вы этот термин слышали. И если я правильно помню, называется REGERSION если мы используем L2 обычно можно рекомендовать использовать LASSO Возникает вопрос как взять параметры EPSILON Вот дальше я должен вас предупрендить Поскольку мы параметры EPSILON не знаем то всегда есть соблазн еще после этого и прооптимизироваться по EPSILON берем какой-то EPSILON находим решение после этого начинаем играть с нашим параметры EPSILON и смотреть вообще какие решения мы начинаем получать и можем ли мы найти какие-то там еще с хорошими для нас свойствами решения путем выбора соответственно параметры EPSILON то есть мы не только калибруем Q но и мы калибруем наш хайпер параметр обычно делается как смотрите у нас есть какой-то дейтасет и вот у нас есть измерение от I равно 0 до N помните это наш калибрэйшн сет мы на нем калибруем модель и после этого у нас есть какой-то бэктестинг сет от N плюс 1 до какого-то там N плюс M мы откалибровали нашу модель здесь и после этого мы смотрим как она себя ведет на бэктестинг сет или мы откалибровали ее и после этого у нас есть какая-то метрика которая дает нам качество модели не на бэктестинг а даже на изначальном сете мы об этом может быть поговорим когда-то ну например мы нашу модель откалибровали и мы после этого уже после того как параметры известные мы из наших например она достаточно высокочастотная из наших дельта S наоборот извлекаем наши DW ну что например DS1 это приблизительно S1 минус S0 все параметры модели известны после того как у нас метод замороженных коэффициентов применен мы можем заморозив коэффициенты извлечь отсюда DW1 потом DW2 и так далее после чего мы можем проверить что наши получившиеся в конце концов инкременты брауновского движения после калибровки модели они действительно удовлетворяют гипотезе о том что это брауновское движение то есть мы проверяем статистическую гипотезу на то что остаточные вот эти вот резидиал инкременты представляют собой брауновское движение там есть какая-то статистика которую мы например там должны максимизировать то есть после калибровки у нас есть какая-то quality metric естественно это quality metric будет зависеть от epsilon который мы выбрали возникает поразительный соблазн эту quality metric то есть параметры мало того что параметры зависят от epsilon параметры мы нашли после этого к ним еще применяется quality metric и в конце концов мы хотим еще и максимизировать эту quality metric по epsilon как вы думаете резонно или нет стоит так делать вот это запрещенный прием это называется scientific fraud в чистом виде журналы отказываются публиковать статьи если они обнаруживают что не только параметры были откалиброваны с каким-то гиперпараметром но после этого произведена еще оптимизация по гиперпараметру почему как вы думаете почему так делать нельзя какие будут идеи так делать нельзя потому что гиперпараметр это наш искусственно введенный параметр который не пристекает из модели ведь это же дополнительный член который мы ввели только для того чтобы улучшить сходимость численного метода то есть это параметр не модели а численного метода этот параметр никак не связан с изначальными данными наблюдаемыми он введен только для улучшения сходимости а тем не менее мы мы с ним вольно играть так как мы захотим и мы фактически можем действительно находить этот параметр мы можем создать здесь член какой-то более сложной структуры и так далее и фактически варьируя этот параметр подобрать наши остаточные там резилз до любого допустим уровня экзакл ну допустим то есть мы вольно обращаемся с искусственным нами введенным никак не связанным с физикой явления параметром поэтому это считается недопустимым приемом а что можно какого рода вопроса можно ставить про эпсилон можно ставить вопрос такой что если вот как как диссипации выбраны хорошо диссипации выбраны хорошо если у нас есть какой-то интервал от эпсилона 1 до эпсилон 2 и он достаточно широкий и что во всем этом интервале мы получаем при наличии нашей диссипации одно и то же значение q то есть если наше решение не зависит и мы можем показать не зависит от гипер параметра это означает что диссипация введена правильно и вообще говоря мы можем такого рода метод использовать а если мы получаем разные значения в зависимости от эпсилон да еще и после этого quality метрику оптимизируем по эпсилон это бесчестная игра вот это вот очень важно помнить при использовании численных методов метод multi-level coordinate search mlcs или mcs он устроен вот каким образом общая идея общая идея заключается в том что вот наша многомерная функция n аргументов которую необходимо допустим минимизировать и мы на самом деле вот например у нас там какой-то есть bounding box и мы в окрестностях в окрестностях какой-то точки аппроксимируем нашу функцию квадратичными полиномами то есть мы нашу функцию которая необходима например то же самое l от q в окрестности какой-то данной точки мы просто аппроксимируем как там какая-то константа а0 плюс сумма а равно 1 до там n a i допустим q i плюс одна вторая сумма от а равно 1 до n сумма допустим от j равно 1 до n a i j qi qj естественно коэффициенты можно найти просто решив соответствующую систему линейных уравнений если мы выбрали какое-то множество точек по которым мы строим это квадратическое полином после этого естественно его экстремум находится уже аналитически и вся задача метода mcs заключается просто в том как построить последовательность разбиение нашего изначального баунгеймбокс на подобласти склеить значение наших функций по границам этих подобластей в каждой из них найти соответственно аналитический экстремум и так далее в зависимости от поведения этих экстремум то есть на самом деле сущность метода заключается в том чтобы просто каким-то осмысленным образом построить последовательность разбиений и при каких-то условиях наложенных на гладкость нашей функции мы бы могли установить предел для размера этого разбиения и остановиться и сказать что мы перебрали нашу перебрали все возможные разбиения и нашли тем самым экстремальные значения нашей функции то есть при достаточных условиях определенных наложенных на нашу функцию мы даже можем вообще говоря доказать что такого рода метод сходится к глобальному экстремуму естественно для этого требуется по крайней мере ограниченность константы липшица для данной функции ну или может быть какие-то более жесткие условия я очень рекомендую на этот метод посмотреть и если кому-то интересно может быть даже сделать доклад у нас про вот MCS метод он реализован сейчас есть реализация на MATLAB и есть реализация на FERTRUN на MATLAB реализацию open source а FERTRUN входит в состав библиотеки NEG Numerical Algorithms Group и она далеко не open source и вообще говоря очень сильно платная значит еще раз это multi-level coordinate search то есть квонту необходимо иметь в своем арсенале набор методов оптимизации гардиентный там с каким-то поиском стартовой точки автоматическим ADAMAR MCS еще что-нибудь и помнить о том что введение диссипации полезно для того чтобы можно было решать задачи калибровки моделей после чего исследовать эту калибровку на устойчивость по отношению к гиперпараметру после этого исследовать модель на какие-то acceptance критерии например на то что мы из нее можем извлечь остаточные невязки residuals для импульсов брауновского движения и они действительно образуют брауновское движение я еще раз поясню что я имею ввиду и так у нас имелись значения S0 и так далее Sn для моментов времени T0 и так далее Tn мы уже нашли какой-то вектор параметров Q применив whatever метод и если этот метод содержал гиперпараметр то мы протестировали что метод является устойчивым по гиперпараметру после этого в данной аппроксимации в аппроксимации с замороженными коэффициентами мы можем написать что SI минус SI минус 1 минус наш μ i минус 1 который мы уже знаем от Q умножить на то i и деленные на сигма i минус 1 от Q это будет в данной аппроксимации дельта W i то есть это будет W i минус W i минус 1 то есть это инкремент Брауновского движения правильно теперь когда мы вектор Q знаем мы все инкременты Брауновского движения можем вычислить после этого мы можем проверить статистическую гипотезу а действительно ли это инкременты Брауновского движения есть хороший метод для тестирования этой гипотезы точнее семейство методов оно называется variance variance ratio tests напомните мне пожалуйста я про них наверное еще не рассказывал может быть упоминал но в деталях не рассказывал так вот если мы принимаем гипотезу о том что наша последовательность инкрементов Брауновского движения используя variance ratio tests действительно может соответствовать Брауновскому движению это означает что мы принимаем вообще говоря и данную модель и метод ее калибровки это еще не означает что Q является не смещенной но в прошлый раз мы с вами обсуждали как можно вообще говоря убрать байс убрать смещение из статистических оценок ну и если так это означает что мы валидировали модель и валидировали метод калибровки после этого мы можем наконец применив еще и bias correction мы можем получить значение нашего гектара параметров у кого нибудь есть желание вот этими вещами серьезно позаниматься то есть но серьезно это будет я должен сразу сказать трудоемкая история нужно будет взять какую-то систему компьютерной алгебры потому что нам нужно уметь аналитически дифференцировать функции сами мы это с вами делать наверное не будем мы возьмем систему компьютерной алгебры ну например там сейчас очень популярна математика хотя я вам должен сказать что математика тоже не очень эффективна в плане численных вычислений было бы лучше если бы у нас был какой-то дифференциатор наших функций например на c++ на каком-то функциональном языке там вроде хаскала или еще где-то но если такого нет то мы можем даже и математику использовать и после этого мы бы сделали какой-то такой дженерик калибратор стахастических моделей начав с одномерных моделей но он должен быть реализован полностью честно со всех точек зрения то есть он должен во-первых содержать bias removal как мы выясняли он должен содержать численный метод который минимизирует нашу negated likelihood функцию он должен после этого применять variance ratio или там еще что-то для в качестве acceptance критерия для нашей модели вот если у кого-то еще нет задачи и хотелось бы позаниматься калибраторами общего назначения я бы вообще говоря такую задачу мог предложить подумайте об этом а теперь давайте поставим вот какой вопрос и так мы применили сейчас для калибровки наших моделей самый простейший метод это метод замороженных коэффициентов в результате чего наша плотность распределения стала локально нормальной и в локально нормальной плотности мы ее аппроксимировали просто галсовской плотностью после чего получили likelihood почему я изначально сказал что это poor man's method что на самом деле очень нехорошо в этом методе почему он совсем на самом деле примитивный как вы думаете он работает и то он вообще говоря весьма сложный нам возможно нужно применять там серьезные численные методы вводить диссипацию проверять после этого резидиумс на соответствие броновскому движению используя какой-то еще не рассмотрен variance ratio и тем не менее что вообще говоря особенно плохо вот в данном методе плохо то что мы вносим довольно приличную ошибку дело в том что мы замораживаем сигму вот как мы здесь сделали а сигма умножается на dwt которая конечно имеет нулевое мат ожидания но ее абсолютная величина это величина порядка dt в степени одной второй тогда как замораживание коэффициента в тренде приводит к умножению этого замороженного коэффициента на величину порядка от dt естественно при малом dt член с волатильностью преобладает это означает что именно замораживание волатильности замораживание сигмы это довольно неудачный выбор мы тем самым вносим в модель нашего процесса я не говорю про модель плотности мы даже еще не оценили какую ошибку это в плотность вносит но в модель процесса это вносит довольно приличную ошибку порядка от dt в степени одной второй вот следующий раз мы рассмотрим немножко лучше метод который позволяет по крайней мере эту ошибку убрать и свести нашу модель процесса к модели с константным трендом не аппроксимированным замороженным константным а действительно константным за счет усложнения тренда это уже лучше а потом применим еще один метод который позволит более точно аппроксимировать и тренд тоже но на сегодня наверное пока все какие-нибудь вопросы есть по поводу вот этих методов которые мы рассмотрели и подумайте есть ли желание заняться вообще общим методом и калибровки вот в том контексте который я описал и сделать реально какой-то работающий компьютер algebra продукт для калибровки стихистических моделей или у всех уже есть задача нет мы подумаем не я подумаю ну давайте все приглашают да это очень очень полезная будет на самом деле разработка это далеко не единственная вещь которую можно сделать но по мере того как мы с вами продвигаемся по семинарам у нас возникают соответствующие задачи сейчас мы уже готовы в позиции чтобы рассмотреть вот такого рода задачу естественно мы ее будем основывать все-таки не на по мемс методе а на методе который мы ну по крайней мере вторым рассмотрим в следующий раз там тоже будет сведение к нормальной плотности но уже для другого процесса для которого мы сможем сделать константную волатильность общая идея там вот какая будет мы сделаем преобразование какое-то x равно f от s ну и вообще говоря от t так чтобы для нового процесса у нас бы было dx равно какому-то новому mu от x t плюс константа умножить на dwt найти вот это преобразование очень легко и я даже до следующего семинара приглашаю вас подумать как это делается просто путем применения формулы это деблина после чего мы уже для нового процесса строим аналогичную функцию правдоподобие likelihood функцию но теперь нам уже не нужно замораживать коэффициент при dwt потому что он уже и так единица заморозка коэффициента применяется только к mu hat и в этом случае мы в процесс вносим ошибку порядка o от dt а не o от dt в степени одной второй это будет наш второй метод это преобразование я не знаю точно откуда оно появилось но оно было популяризировано еще в 90-е годы прошлого века американским статистикам по фамилии аид сахалия это его трансфор ну пока все до свидания спасибо всем спасибо за участие спасибо до свидания спасибо 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 Продолжение следует...